Многие из этих собачек еще маленькие. Совсем щенятами их подбросили в Новонекольский приют этой зимой. Подрастающий организм, как известно, требует больше пищи. У Ирины Мудровой малыши питаются два раза в день, старшие – единожды в сутки. В трудные времена приходилось кормить и через день. Сейчас в пристанище для бездомных животных тоже тяжелая ситуация. Во-первых, корм мы в Марсе закупали большими партиями, по 200-250 мешков. Это на две недели нам хватает. Вообще у нас 600 мешков уходит в месяц. Зимой, летом немножко полегче. Компания Марс, естественно, подняла цену на корм, отказала нас в кредитной линии. Но они тут как бы ни при чем. Тут мир диктует свои условия. В добрых руках Ирины Мудровой – 700 собак. В сутки на пропитание питомцев необходимо 20 мешков корма. В зимнее время и того больше. Если раньше один такой обходился приюту в 1070 рублей, то сейчас сумма выросла на 700. При закупке большой партии приходится платить огромные деньги. Сейчас нет такой возможности. Поскольку пристанище для собак частное выживать удается за счет благотворительности. За счет добрых людей, господи, кланяюсь в ножки, огромное спасибо. Мы бы и дня не прожили. Мы бы просто не прожили дня. В данный момент мы заключили договор с находкой. Там завод по производству корма «Ева». Я пока присматриваюсь. Собаки еще не привыкли к этому корму, поэтому я присматриваюсь. Состав отечественного корма вроде бы ничем не отличается от заграничного. Но питомцы пока его не распробовали. А другого выхода нет. Завод отпускает по 1116 рублей за мешок, что позволяет сэкономить кругленькую сумму. На данный момент запасов осталось на один день. Ирина Мудрова просит помощи у неравнодушных земляков. Как говорится, кто чем может – или кормом, или финансами. Реквизиты указаны на экране. Ирина Мудрова